Маленькие солдаты великой страны Таня Савичева Родилась 23 января 1930 года в Ленинградской области Она, с начала блокады Ленинграда, стала вести дневник в записной книжке Почти вся семья Тани Савичевой погибла в период с декабря 1941 года по май 1942 года На ее дневнике 9 страниц, на 6 из которых даты смерти близких людей Матери, бабушки, сестры, брата и двух дядей Сама Таня умерла уже в эвакуации в июле 1944 года Блокаду пережили только ее старшая сестра Нина и брат Михаил Благодаря которым в нем никто не уцелел и стал одним из символов Великой Отечественной войны Леня Голиков В 14-летнем возрасте Леня попадает в партинзатский отряд Который действует на территории Новгородской и Пховской области Становится бригадным разведчиком Участвует в 27 боевых операциях 12 августа 1942 года Возвращаясь из разведки, гранатой подорвал легкую машину В ней находился немец, генерал-майор инженерных войск Рихард фон Вирц Который вез портфель с важными документами Награды Лени Голикова Медаль «Золотая звезда» Героя Советского Союза Звание присвоено посмертно Орден Ленина Орден Отечественной войны 1-й степени Медаль «Партизану Отечественной войны» 2-й степени Медаль «За отвагу» Костя Янин Во время Великой Отечественной войны Связной в партизанском отряде Спас жизни солдат и боевую технику 18-го корпуса 65-й армии Свой подвиг Костя совершил вблизи села Чуйковка Ямпольского района Сумской области, Украина Преследовавшие отступающие немецкие части Советские войска вышли к мосту Который был заминирован Костя Янин знал об этом И увидев приближающуюся советскую технику Бежал на мост и, размахивая руками, пытался остановить ее Но мина сработала Раздался взрыв Цену собственной жизни Костя спас жизнь советских воинов Посмертно 12-летний герой был награжден орденом Отечественной войны 1-й степени Могила находится на кладбище села Чуйковка Недалеко от того места, где он совершил свой подвиг Субтитры создавал DimaTorzok